всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду постоянные зрители канала уже видели штрудели с яблоками и с грибами для непостоянных в конце этого выпуска ссылки повешу сегодня опять штрудель но с капустной начинкой вы скажете да задолбал тоже своими штруделями да я вообще ничего не показывал но сегодняшний выпуск затеем исключительно ради начинки дело в том что цать лет назад мне в руки попала одна книга сборник рецептур для предприятий общественного питания там было все про выпечку а я в тот момент как раз экспериментировал с разными рецептами кулебяк и в книге был раздел начинки и я по тем рецептам попробовал приготовить мясную рыбную именно тогда проникся глубочайшим уважением технологам рецептура была простейшая повторяемость результата просто великолепная короче сегодня приготовлю капустную по тем материалам правда с небольшими дополнениями сразу скажу эти дополнения в рамках именно рассмотрения технологий приготовления не принципиальны но на мой вкус они добавят некого так сказать акцента что ли и так что касается дополнения согласно той еще советской рецептуре обжаривать лук и капусту следовало на животном жиру ну а мое дополнение состоит в том что это будет не просто животный жир а бекон соленый и не копченый но как вы видите сала в нем совсем мало поэтому я при обжарке добавлю еще немного растительного масла но если вы хотите получить точь-точь запланированный советскими технологами результат откладывайте после обжарки весь в бекон сторону а жарьте только на вытопленном свином жиру отправляю собственно все в сковороду жарить буду до румяности а пока бекон обжаривается нарежу лук обжаривать его буду до начала подрумянивания он даст сладость а вот добавлять его сковороду сразу не буду сначала вытащу бекон дело в том что обжаривать и лук и капусту нужно сравнительно долго а если я вдруг не услежу и вовремя не перемешают то бекон оставшись сковороде может подгореть а мне этого не надо ну собственно он уже вполне себе красивый румяный вот пусть и полежит сторонке лук отправляется на огонь и сразу перемешать я хочу довести его до начала зарумянивания как я уже сказал так чтобы горечь ушла а сахара луковые начали карамелизовываться ну а сам тем временем нарежу капусту резать и можно как придется главное не очень крупно вот такая скоростная нарезка а что там с луком с луком все отлично самое время для капусты и сразу перемешать капуста дает сок пусть начинает томиться и сразу добавлю примерно полстакана мясного бульона капуста пропитается мясным ароматом быстрее равномернее начнет тушиться и пока натушится займусь тестом в первых двух роликах про штрудули вы все подробности видели так что здесь факультативно мука вода соль сахар растительное масло и яйцо и перемешать в кухонном комбайне если у вас такого нет то месите все руками сначала 8-10 минут потом перерыв на 10-15 минут чтобы глютен окончательно набух и еще руками даже минут 8-10 может 15 до эластичности вы сразу почувствуете но станет очень такое гладкое очень легко будет тянуться ну да ладно пока тесто вымешивается я займусь вторым очень важным ингредиентом согласно этой самой рецептуре книги он назывался белый соус но на поверку если внимательно присмотреться то окажется что это самый обычный бешамель как его готовить постоянные зрители канала прекрасно знают я уже его показывал и в ролике про любую запеканку и про крем-суп из шампиньонов и еще где-то сначала ароматизирую молоко кипятить молоко не надо но если его довести почти до кипения сразу отключить то она наберется ароматов гораздо быстрее этим временем на сухую обжариваю муку до легкого такого изменения цвета чем сильнее обжариваете тем мощнее проявится такой ореховый аромат и тем более кремовый соус в результате получится но это все на ваш вкус на мой вот это уже достаточно кладу сливочное масло и интенсивно перемешиваю сейчас продолжается усиление аромата поэтому ориентируйтесь не на время обжарки на ваш нос и прекращайте нагревать когда решите что результат вас полностью устраивает у меня молоко уже закипает буду добавлять но понемногу буквально по пол половника по половнику и сразу же вымешиваю до однородности если плюхнуть все сразу обязательно получите комочки и придется все процеживать как советуют всякие не до книжки вот смотрите главный не торопиться и никаких комочков идеальная консистенция но еще надо довести его до вкуса конечно же соль и черный перец примерно вот так и мускатный орех тоже по вкусу думаю что вот этого хватит и перемешать вот так ну оставлю на самом слабом огне под крышкой если у вас клеток газовая ставьте на рассекатель а лучше вообще снимите с огня и закутайте кастрюльку в одеяло пусть от собственного тепла доходит а тесто тем временем вымесилось смотрите какое мягкое эластичное замотаю в пленку пусть в ней полежит союзости дожидается вернемся к нашим баранам в смысле к капусте она уже помягчила но еще надо немного потушиться самое время вернуть сюда бекон и добавить тмина и перемешать впрочем тмин вы можете не добавлять это все на ваш вкус все вставляю капусту томится еще минут на 15-20 наверно перерыв смотрите она стала еще более мягкая остается добавить бешамиль и перемешать что касается количество добавляемого бешамиля тут смотрите на то насколько капуста потеряла влагу при обжарке начинка не должна быть текучей или не знаю мокрая она должна быть увлажненная но течь не должна иначе от нее от излишнего количества влаги тесто может размокнуть и штрудель получится не таким классным какой мог бы быть смотрите вот так вот будет нормально что у нас по вкусу отлично капусту я не солил но бешамиль у меня и соленый и перченый с мускатным орехом так что удалось попасть во вкус с первого раза мастерство не пробьешь выключаю нагрев и пусть остывает а духовка пусть наоборот нагревается до 220 градусов верхний и нижний нагрев а я пока растяну тесто сначала слегка раскатаю но присыпанный мукой поверхности так пластровнее получится она очень мягкая очень легко тянется если у вас мука с высокой степенью влагопоглощения и тесто в результате тянется не очень легко можно добавить еще немного растительного масла вымесить и все пойдет легче теперь перемещаюсь на скатерть помните по прошлым штруделем что скатерть надо присыпать мукой и растягиваю вот так поднимая пласт на тыльной стороне ладоней тесто тянется практически само под своим весом тянуть надо до тех пор пока через тесто не будет видно саму скатерть вот так а вот эти толстые краешки надо отрезать их можно опять вымешать раскатать повторно и соорудить еще какой-нибудь маленький пирожок или отправить в отходы но теперь присыпаю поверхность панировочными сухарями они возьмут себя лишнюю влагу вот так будет достаточно а на этот край выкладываю начинку но внимание начинку слегка отжимаю вот так и выкладываю а теперь сворачиваю вот для чего нужна скатерть тесто слишком тонкая если вертеть штудель руками то обязательно порвешь если вам жалко пачкать скатерть мукой затем ее стирать можно конечно на клеенке растягивать но тогда придется обильно клеенку маслом мазать и тесто будет очень масляное оно вам точно надо и в таком вот виде перекладываю на противень какая красота получилась поверхность штуделя смазываю растопленным сливочным маслом вот так и отправляю в духовку готовность штуделя определяете по внешнему виду начинка то готова а тесто совсем тонкая так что зарумянилось значит можно есть а этим временем чайку заварю о какая красота получилась слышите как хрустит и ломается нравится ароматы чувствуете завидуете а я начинаю пробовать начиночки сначала обалденно сочная нет советские технологи знали свое дело а тесто смотрите и сушите ну вы поняли спасибо за компанию всем пока до ролики обещанные сейчас буду а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»